Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Многие любители астрономии, выбирая первую модель телескопа, обращают внимание не только на оптические характеристики, но и на внешний вид инструмента. Они хотят, чтобы телескоп служил не только для наблюдений, но и был хорошим украшением для интерьера. Герой нашего сегодняшнего обзора телескоп-рефрактор Bresser R80, обладая оригинальным дизайном и отменным немецким качеством, как нельзя лучше подойдет для этих целей. Телескоп традиционно хорошо упакован. В обычной картонной коробке находится еще одна из плотного и ламинированного картона. Внутри сверху находим карту Луны, инструкцию по сборке и эксплуатации, компьютерной планетарии на CD и подвижную карту звездного неба. Далее извлекаем несколько коробок поменьше, в которых содержится труба телескопа, тренога, голова монтировки, противовес и аксессуары. Тренога инструмента достаточно устойчива, выполнена из стальных телескопических ног и имеет две секции с возможностью регулировки по высоте. Полочка для аксессуаров выполняет также роль дополнительной распорки и хотя выполнена из пластика, со своей задачей справляется вполне уверенно. Верхняя площадка треноги имеет не только центральный крепежный винт, но и боковой контрящий, что обычно применяется в старших, более дорогих моделях монтировок. Голова экваториальной монтировки выполнена на самом высоком уровне и также взяла много полезного от старших моделей. А именно, винт регулировки наклона полярной оси, возможность установки электропривода, координатные круги и, конечно, универсальную площадку зажим «ласточкин хвост». Установим штангу противовесов и ручки тонких движений, отметив, что обе оси оснащены червячными парами в корпусах с возможностью регулировки усилия вращения. Белоснежная труба телескопа закрепляется в широком разъемном кольце со стандартной планкой «ласточкин хвост». Объектив телескопа выполнен по схеме длиннофокусного охромата. Производитель заявляет о наличии на линзах объектива просветления. Однако, если оно и имеется, то, скорее всего, однослойное, что несколько снизит яркость и контраст изображения. Искатель установлен на классической стойке с возможностью естировки шестью винтами и имеет довольно хорошую оптику. Одно с четвертью дюймовый реечный фокусер, хотя и выполнен из пластика, однако вполне качественный и имеет плавный и точный ход. Телескоп комплектуется диагональным зеркалом, отличным двадцати пяти миллиметровым окуляром Плесла, с многослойным просветлением, а также весьма неплохим просветленным девяти миллиметровым окуляром Кельнера и откровенно неудачным четырехмиллиметровым окуляром той же оптической схемы. В собранном виде инструмент производит прекрасное впечатление, да это настоящий телескоп в самом классическом виде и эстетическом понимании. Осталось проверить его в деле. Классический хроматический объектив телескопа в первую очередь предназначен для лунно-планетных наблюдений и даже на суберечном небе показал достаточно много подробностей на растущем серпике нашего спутника. Уклонящегося к горизонту Сатурна мы прекрасно рассмотрели диски кольца. Несмотря на низкое положение планеты, в моменты успокоения атмосферы различались тень от диска на кольцах и крупнейший спутник Титан. Комплектный девятимиллиметровый окуляр Юпитер показал довольно много подробностей. Экваториальные полосы, полярные потемнения и даже тень одного из спутников. Даже на стократном увеличении мы не заметили особого хроматизма. Применив по Юпитеру комплектный четырехмиллиметровый окуляр, как и ожидалось, новых подробностей мы не обнаружили. Более того, картинка была очень темной, неконтрастной и размытой. Спутники планеты-гиганта едва различались. С наступлением полной темноты в 25-миллиметровый комплектный окуляр телескоп неплохо показал себя и по дальнему космосу. Шаровое скопление М-15 в созвездии Пегаса показалось небольшим пушистым комочком, правда без особых подробностей. Гораздо интересней смотрелось двойное рассеянное скопление в Персее. В отличие от зеркального, линзовый телескоп показал звезды разной яркости разными в диаметре, что придавало особый драматизм многочисленному звездному семейству. Дождавшись восхода Ориона, мы направили телескоп на известную диффузную туманность М-42. Достаточно ярко и контрастно выглядела ее центральная часть. Без труда разрешалась на отдельные компоненты знаменитая трапеция, кратная звезда в центре туманности. В заключении, в первую очередь, стоит выделить монтировку Bresser R80. Изготовленная с применением высококачественных материалов, имея значительное количество приспособлений, присущих старшим моделям монтировок, она обеспечивает весьма устойчивое и плавное ведение даже на больших увеличениях. Несмотря на отсутствие многослойного просветления, хорошие оценки заслуживает оптика телескопа. По результатам тестов инструмент показал весьма качественную картинку, в первую очередь по Луне и планетам. К недостаткам можно отнести абсолютную бесполезность четырехмиллиметрового окуляра с увеличением превышающим максимальное, он дает тусклую мыльную и контрастную картинку. Некоторые неудобства вызовут и значительные размеры телескопа в случае его транспортировки. Итак, сегодняшний вывод наших специалистов. Телескоп Брессер R80 можно смело рекомендовать начинающим любителям астрономии не только в качестве стационарного планетного инструмента, но и в качестве украшения интерьера. Собранный телескоп будет прекрасно смотреться на вашей веранде, лоджии или в холле. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова